5, 4, 3, 2, 1, поехали! В нашем городе открылось уникальное кота-кафе, куда можно прийти и погладить любого хвостатого питомца. А их, между прочим, 11, вернее уже 10. Одного забрали домой посетители. И это тоже хорошая новость, ведь все питомцы кота-кафе из приюта Ласка. Чистые, красивые, контактные. Они ищут общения, друзей и дом. Шуня, Нильс, Маруся – все они были когда-то уличными, брошенными и голодными. А теперь в тепле и уюте смотрите, какие смелые и ласковые, даже не боятся людей, а главное – красивые. Именно это и должны запечатлеть юные иллюстраторы. Сегодня в кота-кафе очень необычное мероприятие – кота-пленер. Очная олимпиада по ИЗО. Карандашами и красками маленькие журналисты будут создавать котов в совершенно разных стилях и направлениях, а оценивать их работы станут профессиональные художники. Зачем? Чтобы напечатать открытки. А зачем эти открытки? А зачем вообще нам, живущим в квартирах без мышей, коты? Может, они нужны для доброты или для красоты? Я люблю рыжих, черных, полосатых котов. Люблю всех их. За то, что они такие миленькие, пушистые и могут защищать нас от мышей. Я нарисовал кота, лежащего на диване. Просто захотелось нарисовать такого кота. Изначально я хотел нарисовать сидячего кота, но потом вдруг подумал, что лучше лежачего. Мне раньше никогда лежачие не удавались, но сейчас получилось. Я нарисовала кота, который летит на воздушных шариках. Сначала я хотела нарисовать кота, который в космосе уже, но решил нарисовать все же облачка. Ну, я еще не знаю, какой будет мой цвет кота, потому что тут очень много котов, и я не знаю, как определиться. Я нарисовала какого-то кота-леопарда с глазами разных цветов. Один глаз у меня будет желтым, а другой оранжевым. Они чуток съехали, потому что кот устал и очень хочет спать. Ведь ему здесь очень долго придется будет пролежать. Но все-таки, я надеюсь, мой рисунок получится, и будет очень красивый, милый, а главное, пушистый кот. Я к котам отношусь хорошо, глажу их, кормлю, но я считаю, что кот лучше собак, потому что они пушистые, милые, и не просят гулять. Пока я сидел рисовал, ко мне в рюкзак залез кот. Вот это чудо. Мне очень нравится мой рисунок. У меня кот получился трехцветный. Тут и с полосками, и желтые, и зеленые глаза. Я ориентировалась на свою кошку, потому что у меня кошка, она такая же трехцветная, желтый, черный и серый. Я сюда пришел, и коты просто меня влюбили. Не знаю, что у меня такое есть, но два кота. На самом деле это очень здорово, потому что он такой мягкий, он меня пригрел, обогрел, и мне сразу вдохновение пришло ко мне. Вот мне очень нравится. У меня все коты не просто в кружочках, а не в домиках. Я впервые лисую котов, ну, или во второй раз. Я считаю, что коты нужны для доброты, для ласки. Я выбрала блестящие акриловые матовые краски, потому что, когда котика хорошо расчешешь, у него шерстка становится очень гладкой, мягкой, пушистой и красивой. У меня дома живет рыжий котик, его зовут Рыжик. Рыжику уже летом исполнилось 5 лет, хочу, чтобы он жил бесконечно. Я нарисовала своего кота Ирбиса. Это порода сфинкс. Он лежит на красивом фоне и сияет. А вообще в Древнем Египте коты считались священными животными, и поэтому их нельзя было обижать. Я выбрала красный фон, потому что мой кот больше любит красный фон. Вам интересно, где живет Дед Мороз? Что он ест на завтрак? Где хранит письма от сотен и даже тысяч детей? Есть ли у него кот или собака? Почему он то в красном, то в синем наряде? У наших журналистов много вопросов, поэтому они отправились прямо в резиденцию Деда Мороза. Первое, что поразило нас, это огромное количество часов на стене. Сколько их? Удастся ли вам посчитать? А детских рисунков? Дед Мороз оставляет их на память, как и наши письма. Итак, кто из вас принес мне письмо? Или подарки какие-то просто? Письмо? Давай, моя хорошая. Отлично. Кто еще письма принес? Письмо? Ты, да? Давай, моя хорошая. Спасибо. Дети и родители, а знаете ли вы, как правильно писать Деду Морозу? Во-первых, он очень любит открытки и конверты, созданные своими руками. Ты посмотри, он прямо как настоящий снеговичок. Ну, здорово. Во-вторых, нужно обязательно поздороваться, представиться с именем и фамилией, написать, что вел себя хорошо и непременно упомянуть о добрых делах, которые сделал в этом году, а уже затем писать желания и мечты. Почему у одних они исполняются, а у других не совсем? Что такое добро и как оно побеждает зло? Об этом у Деда Мороза есть целый музей сказок. В нем и аленький цветочек, и цветик-семицветик, и подснежники из сказки «12 месяцев». А еще телефонный аппарат «Снегфай». По нему Дед Мороз общается с помощниками-снеговиками. И множество ключей от сутдуков Кощея Бессмертного. Представляете? Целый миллион замков. Вот он их и носит везде. На шее самые важные у него ключи, на короне те, которые уже никогда не послужат, но тем не менее они придают его облику значимость. Желания должны быть искренними, никому не приносить зла. Да, можно загадать побольше здоровья и счастья, подарков не только себе, но и родителям, друзьям и близким. И для этого в резиденции Деда Мороза есть специальное волшебное дерево. Каждый домик – это желание. Как только окна в нем загорятся, означает оно исполнится. Мы произносим его в кулачок себе. Говорим, шепчем его в кулачок и закрываем кулачок, крепко его держим в желании. Потом я произнесу заклинание и вместе с вами мы отправим ваше желание вот так вот в каждый домик, который вы себе загадали. Конечно, для волшебства нужно новогоднее настроение, поэтому обязательно надо поиграть, поучаствовать в конкурсах и поводить хоровод. Это целая наука хороводоводоведения, которой владеет Дедушка Мороз. А теперь стоит загадывать желание. Только тихо, чтобы никто не услышал. И они стали самыми настоящими телеведущими. Я загадал. Все загадали? Итак, сейчас я произнесу заклинание, мои хорошие. И потом все вместе мы туда, в каждый домик, да, вот кто какой выбрал, вдунем туда свои желания. Готовы? Волшебным посохом взмокну, желание загадаю. Я верю в чудо, в волшебство, кругом его встречаю. Чудо чудное, явись, ты ребятам покажись, если ты готова сбыться, светом в домиках зажгись. Вот так. Кстати, а видели, какой волшебный посох у Деда Мороза? На самом деле он у него не один. Существует целое посошное. Например, есть тут снежный посох. Но для того, чтобы снежным посохом пользоваться, нужна еще и вон та рукавица. Вон, видите, рукавица белая лежит с красными помпонами. Вот эту рукавицу надеваю, беру посох тот в руку и иду творить снег. Вот когда большой снегопад идет, знаете, что я как раз стою в этой рукавице и посохом размахиваю. А это у вас все еще и как? Следующее, это посох, да, из Парижа, моего друга, очень хорошего, французского Деда Мороза. Пер Ноэль его зовут. Тот, что с трезубцем, это посох снежной королевы. Ведь у Деда Мороза много родственников. Например, тетушка Зима, это его бывшая жена, всего у него их было три. Тетушка Зима была злой, не любила детей, и им с дедом пришлось расстаться. А вот в Великом Устюге живет брат нашего алтайского Деда Мороза. Чтобы не забыть адреса всех родственников, у дедушки есть карта сказочных объектов России с адресами его близких. Мы не будем рассказывать вам все и раскрывать все секреты, ведь каждый может сам заглянуть к Деду Морозу, сфотографироваться, обняться, задать вопросы и передать письмо. С добрыми новогодними пожеланиями! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова